Всем привет, с вами Миша и вы на канале CryptoDealers. С момента появления с 2009 года биткоин как крипты, мы с вами стали свидетелями огромного интереса к использованию этой движухи. В течение 8 лет мы наблюдаем астрономический рост в области технологии блокчейн, на которой базируются более тысячи интересных проектов. Такое интенсивное использование крипты поставило ее как твердую альтернативу фиату, привело к разрастанию блокчейн-сообщества и принятию криптовалют широкими массами. И все бы было круто, но пока все бежали покорять новый рынок, продвигая децентрализацию, прозрачность и анонимность, на борту корабля оставалось много административных, технических и юридических дыр, которые прикрывались плакатами с идеологическими надписями. Даешь блокчейн в каждый дом, с понтом потом вернемся и исправим. А сейчас только вперед, пахать целину. Ну а как бы эпоха дикого запада уже начинает заканчиваться, и было бы неплохо подумать, как порядочек навести. Да подумать, как сделать так, чтобы блокчейн и крипта технически и административно ровно легла и усвоилась в нашем консервативном и посткапиталистическом мире. Другими словами, как сделать так, чтобы новая экономика заработала. Допустим, у вас есть традиционный бизнес, и в целом его неплохо бы перевести на крипту. Но что делать с волатильностью курса, которая в ближайшее время никуда не денется? Ну а что, если вы какая-то административная организация, ну или бухгалтерская контора? Как опять поступать с волатильностью курса и сетевыми комиссиями? В конце концов, как поставить ваше дело на блокчейн в соответствии с законодательством? Подведу черту, как построить крепкий мост между криптоэкономикой и реальным сектором? Мы находимся в состоянии перемен и необходимых действий для решения данной задачи. И сегодня мы поговорим про чуваков, которые задались этим вопросом и предложили решение. Японская компания Tech Bureau Corporation при поддержке NEM в настоящее время предлагает токены проекта Комса, который позволит разработать и внедрить решения вышеупомянутых проблем. Комса – это решение вопросов переноса существующих организаций на публичный блокчейн. Комса предлагает объединить Ethereum и Bitcoin на блокчейн-платформе NEM вместе с сетями частной блокчейн-платформы Mijin, созданной разработчиками NEM, которые будут использоваться организациями. Идея состоит в том, чтобы объединить организации и держателей криптовалют, в то время как организации могут иметь рынок для продажи своих продуктов и услуг и продолжать разрабатывать свои блокчейн-решения для обслуживания широкого круга пользователей. Кроме того, этот симбиоз также позволяет обеим сторонам, криптомиру и традиционной экономике объединиться, способствуя проникновению криптоэкономики в традиционный бизнес. И наоборот. Следовательно, помогает принятию криптовалют широкими массами. Независимо от того, какой протокол используется, будь то Bitcoin, Ethereum или NEM, организации смогут выбрать подходящую технологию в соответствии с их требованиями. Комса позволяет применить совершенно новые бизнес-модели и монетизировать свою организацию в качестве приватной, токенизированной экономики на блокчейне с использованием сильного протокола NEM. А также предоставляет возможность использовать мощные смарт-контракты Ethereum для создания децентрализованных приложений. Протокол NEM, использующий Mijin, не только помогает бизнес-организации, которая его использует, но также обеспечивает соединение существующих денежных средств, используемых на торгах, то есть фиатная валюта, основные криптовалюты и так далее. В экосистеме NEM и децентрализованных приложениях Ethereum. Объединив эти процессы, организация может начать внедрять блокчейн вместе с существующими требованиями и рекомендациями, не затрагивая и не нарушая существующие методы ведения бизнеса. Токены, подкрепленные фиатной валютой или криптовалютой, могут быть проданы и в сети NEM, и в сети Ethereum. В качестве примера можно обменять биткоин и доллары США на блокчейн NEM или Ethereum, и в некоторых случаях можно даже забыть о сетевых сборах. Комса обеспечивает взаимозаменяемость монет в сетях, которые он обслуживает. Благодаря привязке токенов между блокчейнами NEM, Ethereum и приватным блокчейном Mijin, решение Комса становится практически катализатором между децентрализованными организациями и децентрализованными блокчейнами. Решение Комса обеспечивает следующее. Выпуск гибридного токена, привязанного к блокчейнам NEM и Ethereum. Решение для ICO и поддержка с использованием вышеизложенного. Токены с привязкой к NEM и Ethereum, BTC, ATH и XAM. Традиционные валюты с привязкой к NEM и Ethereum, JPIZ, Tether и другие. Высокопроизводительный приватный блокчейн Mijin для внутреннего регистрации. Криптовалютная биржа ZIF как гарантия листинга токенов и обеспечения их привязки к активам. Простыми словами, Комса это специальная платформа для запуска ICO под ключ от разработки токена до вывода на биржу. Комса идеально подходит для привлечения инвестиций в офлайн бизнес с возможностью вложения как криптовалют, так и фиатных денег. Платформа станет удобным инструментом привлечения инвестиций даже для малого бизнеса. В ICO уже инвестировали 9 миллионов долларов. Такие компании как Nippon Technology, Fisco Capitals и ABBA Lab. Более 20 тысяч регистраций и более 14 тысяч скачиваний белой бумаги Комса подкрепляют многообещающий старт проекта. Проект Комса является своевременным проектом, поскольку именно сейчас существует большая необходимость в механизме оптимизации ICO. Платформа Комса предоставляет совершенно новую парадигму, где могут принять участие венчурные капиталисты, прокомментировал Лон Вонг, президент Нэм, IEO Foundation. На сайте доступна англоязычная, русскоязычная и японоязычная версия проекта. До продажи токенов осталось 45 дней. Ссылка на проект находится под этим видео. Ну а на сегодня все. И если ты первый раз на нашем канале, не забываем подписываться и ставить лайки. С вами была Миша, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok